МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пока вся страна болеет футболом, у жителей и гостей Самары появилась еще и возможность попробовать свои силы в боксе. На набережной у речного вокзала стартовал спортивный фестиваль «Лето в боксерских перчатках». Всех желающих приглашают на народный ринг ежедневно, кроме выходных по утрам. Первыми выступили воспитанники самарских клубов. Уважаемый главный судья соревнований, участники турнира, «Лето в боксерских перчатках» на парад построены. Закладывают судья категории Юрий Рыжов, город Самара. Сегодня первый день проводят показательные бои, чтобы все увидели, что это такое бокс. А затем в дальнейшем каждый день уже будут проходить тренировки, обучение навыков бокса, спарринги. Здесь уже могут проходить все желающие. Кто будет заниматься? Кто будет проводить тренировки? Тренировки проводят профессионалы, тренерский состав. Это люди, которые уже давно занимаются, имеют награды, имеют опыт. Хочешь быть боксером – будь им. Это принцип для каждого, кто желает проверить, есть ли у него талант к боевым видам спорта. И здесь каждому готовы протянуть перчатку помощи. И возможно, что это поможет кому-то найти свою дорогу в спорт высоких достижений. София из Правникова пришла в бокс совсем недавно. И уже чемпион по ФО с очень большими спортивными амбициями. Спортивный фестиваль «Лето в боксерских перчатках» проводится в Самаре уже в шестой раз. Чтобы показать красоту одного из древнейших видов спорта, акцию начинают с показательных выступлений самарских спортсменов. А далее занятия будут проводить по расписанию. Общеизвестно, что Самару принято называть футбольным городом. Именитые спортсмены считают, что футбольным плюс еще и боксерским. Но городу, который воспитал знаменитых боксеров, необходимы новые победители. У нас спортивный город. У нас боксерский город. Надо, я опять же говорю, сейчас министерство нам помогает. Нам только надо плодить, работать на местах. То, что сейчас проводится здесь, вот после этого даже не представляете, сколько будет записываться Бога. Когда какие-нибудь соревнования проводим, там область, там или еще какие-то турниры в Самаре. После каждого соревнования идут записи. Бокс не мордобой, а искусство защиты. Так говорят о нем спортсмены. Злость на ринге уместна только спортивная. А так это добрый вид спорта. Причем на порядок менее травмоопасный, чем футбол или лыжные гонки. Для тех, кто смог почувствовать технику боя, он становится призванием. В боксе как бы думаем, как правильно ударить, как уклониться от удара. Это своеобразная наука. Искусство, конечно, бывают же очень красивые бои. Очень красивые, как бы сказать, удары, комбинации. Я считаю, что это наука и искусство. Этим надо владеть. Бокс – это не то, что именно бьют по лицу. Бокс – это защита в первую очередь. В боксе думают люди. Если ты думаешь о боксе не будешь, то будешь всегда проигрываться. А если ты думаешь о боксе, то будет все нормально. Бокс – это искусство. И по травматизму, как говорят, бокс занимает предпоследнее место. Но у нас бокс – это один из самых популярных видов в Самаре. У нас есть большие традиции, есть спортсмены, которые добивались выдающихся результатов. И вот на фоне этих традиций и развивается бокс, когда есть традиции в каком-то виде спорта, в частности, как в боксе, и когда есть на кого равняться, и вот эта вот есть, так сказать, энергетика, все равно звезды будут появляться, я уверен, что они будут со мной. Левый навстречу! Левый навстречу! Правый, правый навстречу! Левый навстречу! Ну, быстрее, левый! Левый путь спит, я! Акция «Лето в боксерских перчатках» дает возможность каждому подростку позаниматься с тренером, чтобы выявить способности. Ведь не секрет, что многих боксеров на ринг привел случай. А потому даже тех, кто далек от спорта, приглашают на набережную. Может быть, с этого шага начнется путь к олимпийскому золоту. Вот эта акция и подразумевает для того, что как можно больше детей привлечь, показать этот вид спорта, показать его плюсы, в частности, соревнования проводятся. Вот. И в наших спортивных школах города Самары бокс развивается в некоторых школах. И, естественно, если будет количество детей увеличиваться, мы будем рассматривать предложение, чтобы увеличить количество ставок тренеров по боксу, и чтобы больше было спортивных секций. У нас сейчас молодежка одна из лучших. Вы не поверьте, так хорошо боксируют. И нам еще не хватает, чтобы у нас был, ну, как сказать, вот есть стадион, да, мы построили, это счастье для нашего города, счастье для нашей области. Но нам хотелось, чтобы у нас был настоящий зал бокса, да, где бы мы гостей принимали, где бы мы смогли проводить хорошие крупные соревнования. Нам надо пригласить к себе. И к нам поедут, в Самару поедут все. А это лето особенное. В Самару приехали гости чемпионата мира по футболу. Так что желающих побоксировать ждут со всех континентов. На народном ринге не исключают, что в числе любителей спорта могут оказаться футбольные болельщики из Уругвая или Сенегала. Но это должно только подчеркнуть интернациональный характер спорта. Так совпало, что самое масштабное мероприятие у нас в стране – чемпионат мира. И очень много уже приходят гостей, смотрят. И мы надеемся, что, может быть, кто-то так же придет и будет участвовать. На какие-то навыки получит боксы, укрепит свою физическую подготовку. Мы тоже на это надеемся. Впрочем, как утверждают состоявшиеся мастера спорта, народный ринг – не просто развлечение. Те, кто единожды вышел на ринг, как правило, возвращаются. Несколько первых приемов, чувство техники боя. И вот уже человек не мыслит своей жизнью без занятий. Так получилось и у Никиты. Когда-то родители привели его в боксерский клуб. Теперь он сам мечтает о больших победах. Дойти до мастера спорта. Ну и продолжать свою карьеру боксера. Рано или поздно, надеюсь, стать знаменитым. И получать за это деньги. С удовольствием хожу в зал. Мне интересно встречаться со своими друзьями. Это, в первую очередь, еще и общение, тренировки. Давай, двигайся влево-право, иди бей. Ну, правой рукой нашел влево удар. Быстрее только. Их не пугают ни ежедневные многочасовые тренировки, ни жизнь по расписанию. Ведь впереди у многих большие спортивные планы. Самара – город чемпионов. Здесь свои традиции и свое боксерское братство, которое готовы принять всех, кто пожелает начать заниматься. А потом будет говорить спасибо за первые шаги, которые опытные спортсмены и профессиональные тренеры помогли сделать в детских спортивных клубах. Вообще, у нас славится наш город, наша область, славится нашими спортсменами и боксерами. Особенно боксерами. У нас одни из лучших боксеров. И потом, я сам боксировал 11 лет. Я знаю, какие были у нас мастера, не всякой области. Да в Москве таких не было мастеров, сколько у нас расломтеров. Потому что город у нас такой, сами знаете, спортивный и в то же время боевой. Люди у нас такие жесткие ребята здесь. Что там говорить? Ну, подраться здорово были. Спорт нам помогал выйти в люди. Он нас кормил. И в то же время мы становились независимыми. Путь к большому спорту не бывает легким. Каждому, кто хочет добиться результата, надо настроиться на ежедневный, иногда утомительный труд. Стимулом посвятить свою жизнь тренировкам может быть только спортивный интерес к тому, чтобы чувствовать технику боя, добиваться успеха и наслаждаться победой. Именно для этого в Самаре уже в шестой раз проводится популярная народная акция «Лето в боксерских перчатках». И профессиональный тренер с ними занимается. Неважно, ты пенсионер или ты маленький мальчик. Все равны или ко всем хорошие отношения. Я помню, когда мы первый раз начинали этот проект, я проводил сам личные тренировки. У нас доходило до 70-80 человек в день приходили на эту тренировку. Сегодня в Самаре время нового поколения чемпионов. В городе открываются тренировочные залы. В планах построить дворец единоборств. Занятия спортом теперь проводятся по современным стандартам. Но надо сделать первый шаг. В первый раз надеть перчатки. В первый раз преодолеть страх перед рингом. А дальше резко изменить свою жизнь. Ставь сильным, здоровым и способным на высокие достижения в спорте и в жизни. Субтитры создавал DimaTorzok